Продолжение следует... Там мы об этом говорили очень подробно. Есть такой момент, что у всех людей сознание находится в манасе. Означает, что оно экстравертно. Это означает, что все события, процессы, которые происходят в нашей жизни, непосредственно оказывают влияние на сознание человека. Манас привязан к этим событиям. И все, что происходит вокруг нас, оказывает сильнейшее влияние прямо на сознание. Потому что панча дна анэндрияне и пять органов восприятия привязываются к объектам. И все, что происходит с объектами, моментально оказывает влияние на сознание человека. А там с этими объектами все время что-то происходит. Достаточно сказать, что за 24 часа у среднего человека в сознании протекает более 70 тысяч мыслей. Это собственные источники раздражения манаса. Собственные 70 тысяч в день в среднем. Ну, я думаю, это заниженные цифры. Реально это цифры больше. Особенно у людей вата, там, наверное, раза в два, в три. Это означает, что вот эта вибрация чит-таврити, которая происходит в сознании, она через манас воздействует на сознание человека. Так, создавая напряжение, повышая вату и так далее, и так далее. Но помимо этого, помимо внутренних источников раздражения, огромное количество внешних источников. Куча всяких событий происходит постоянно. И манас человека, он привязан точно так же, как он привязан к мыслям, он привязан к этим окружающим нас, как бы, событиям и процессам. И это еще дополнительные источники, создающие чит-таврити или колебания умственной субстанции. Образ жизни, который ведут люди, интернет, компьютеры, телефоны, все это средства, которые еще больше дестабилизируют вату. Еще больше притягивают манас человека. 20 лет назад никто не знал ни о каком фейсбуке, да, ни о каких там телеграммах там или еще чего-то, или интернет. Ну, 20, может быть, уже знал, но 30 точно нет. А сейчас очень много событий происходит в виртуальном пространстве. У нас есть реальное пространство, еще плюс виртуальное. А это еще дополнительная нагрузка на сознание человека. Неудивительно, что это сознание не выдерживает периодически. Наступают нервные срывы. А в Финляндии, Финляндия страна, где живут так называемые самые счастливые люди на свете. Есть такое обследование, проводят обследование и исследование одновременно на то, как люди себя ощущают в жизни. Вот на первом месте в мире стоит Финляндия. Там живут самые счастливые люди. Как бы. Но. Есть один очень интересный момент. Я не знаю, как они это считали. Каждый, причина каждой третьей смерти У людей, молодых людей до 25 лет в Финляндии, это самоубийство. То есть, каждый третий из молодых людей, умирающих в Финляндии, умирает, кончая жизнь самоубийством. Вот так счастливо живут люди. От счастья они умирают, не выдерживают. Это вот то, о чем я вам сейчас рассказывал. А естественно, что эта категория людей больше всего подвержена вот этим моносоидным раздражениям. Особенно через виртуальное пространство, где у них там вся жизнь происходит. Не может человек контролировать это все. Он не может переварить этот поток вибраций. Это означает, что то, о чем я говорю, сейчас в наше время становится еще более актуальным. Это было актуально тысячи лет назад, а сейчас это намного более актуально. Вдумайтесь, каждый третий молодой человек кончает жизнь самоубийством. Ну и все, кто умирает в этом возрасте. Вот вдумайтесь в это. Это в стране, где все счастливы как бы. Что это за счастье? Это несчастье. Это радость. Потому что привязанность к внешним объектам, когда там события происходят позитивно, создает радость. А поскольку там все меняется, сегодня позитивно, а завтра обязательно будет негативно, радость сменится горем. Когда это часто происходит, психика не выдерживает человека просто-напросто. Настолько сильная привязанность вот эта вот к мае, к внешним аспектам жизни, плюс еще и виртуальная реальность, дополнительная нагрузка, которой не было 30 лет назад, не выдерживает психика людей. Просто-напросто. И выхода нет. Ни транквилизаторы, ни антидепрессанты, ничего не помогает. Наоборот, это общеизвестный факт, что количество людей, кончающих жизнь самоубийством, среди людей, употребляющих антидепрессанты, в несколько раз выше, чем среди тех, кто их не употребляет. Это статистика уже в Соединенных Штатах. И там уже всерьез идут дебаты о том, что антидепрессанты стимулируют рост суицида. Потому что они не работают. А проблемы остаются, и человек в отчаянии. Он употребляет, он ему говорят, что есть средства, а средства не помогают. Ему обещают улучшение, а улучшения нет. Он не выдерживает кончающих самоубийств. Вот до чего дошло. А все это в конечном итоге, так или иначе, проявляется через дыхание человека. Потому что те вибрации, существующие в сознании, они проявляются прежде всего через дыхание. Вата, вата. Страшная, жуткая вата. И выход здесь только один. Ну, их на самом деле несколько, просто в Санатанадхарме их несколько. Мы говорим сейчас об одном из них. Об одном из способов. Через пранаяму, через предмет наших здесь занятий. Как? Как успокоиться? Прямой метод. Такой чисто тантрический метод. Непосредственно. Операция на сознание человека. Проникновение в сознание. Через контроль за дыханием. Это такой простой, но невероятно эффективный метод решения вот этих всех жутких ватогенных проблем, с которыми сталкиваются люди в Каль-югу, в Каль-югу Санатхи, в Сумерке, в Каль-юге, в которой мы живем. Что в конечном итоге погубит основную массу людей. Они просто не будут в состоянии переварить этот поток вибраций, поток информации. Вот вы обратили внимание, да, что сейчас, например, в школах уроки проходят на компьютере. Домашние задания делаются на компьютере, все делается на компьютере. Люди уже руками не пишут. Знаете вы или нет, наверное, не знаете, что когда человек печатает на компьютере вот так вот, это колоссальный стресс и колоссальная нагрузка на сознание человека. Потому что вы нажимаете на кнопки, а текст появляется на экране. На самом деле это виртуальный процесс. Для сознания это тот же самый стресс, как если вы разговариваете по телефону. Если вы просто разговариваете с человеком, клад и иное, присутствие, у вас нет никакого стресса. Вы разговариваете, вы видите этого человека. Вы воспринимаете нормально. Но как только вы будете с этим же самым человеком разговаривать по телефону, это колоссальный стресс для вашего сознания. Потому что вашему сознанию нужно, во-первых, следить за текстом, а во-вторых, нужно держать, создавать все время образ, виртуальный образ этого человека. То же самое происходит, когда человек печатает на компьютере. Он нажимает на клавиши, а текст возникает на экране. А нет прямой связи. Когда вы пишете рукой, она почему ее выглядит, что я рекомендую всем всегда все записывать руками. Руки – это третий пхава человек. Когда вы пишете руками, этот процесс регулируется сознанием человека. Потому что руки связаны, это не только третий пхава, это руки связаны еще и с сердцем. А сознание человека находится в сердце. Когда вы пишете руками, вы успокаиваетесь. Есть даже ликхитаджапа, такая специальная процедура джапа. Знаете, когда мантры пишутся на бумаге одно количество раз. Ликхитаджапа называется. Но только руками. Сознание успокаивается. А когда вы то же самое будете печатать на экране, это стресс и напряжение. Это очень серьезная вещь. Потому что люди все больше и больше времени проводят у компьютера. С детских лет. А многие вообще утрачивают способность писать руками. В лучшем случае вы подпись ставите своей рукой. Сейчас уже электронная подпись. Есть уже электронная подпись. Уже даже руками не надо подпись писать. Представляете, что происходит? Ничего удивительного, что такое огромное количество людей, страдающих психическими заболеваниями, нервными. Просто посмотрите на окружающее. Жуткое напряжение нервных всех людей. И вроде войны нет, ничего нет. А люди живут в непрерывном стрессе, потому что образ жизни. Образ жизни, который они ведут, он разрушает их сознание. Мы пытаемся тандрическим методом этот порочный круг разорвать. И будем успокаивать сознание с помощью дыхания. Это радикальный метод. То, что разрушает сознание, мы возьмем и с его помощью будем это сознание успокаивать и восстанавливать. Продолжение следует...